Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет, и смотрите продолжение ФФА-сериала на десятерых с дополнением Gathering Storm в Сидмерс Цивилизейшн 6. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Блин, два хода уже картографии. Ну ладно. Самый итог, как раз следует четыре хода и ускорим. Потом. Ребят, можно хода через три паузу? Минута на пять. Да, да, минут на десять. Ты даже попросил. Окей. Фига, тут море. О, маскат. Но я его не первый встретил, да? Но у меня карточка на плюс первый посол стоит. Отлично. Ё-моё, мама звонит. Цитата, я понял, да? Старый такой рингтон. В школе все очень любили эту тему. Да, у меня тут... Приложение. А, я, кажется, понял, теперь хочу поляку, лидеры научные. Как выражаете? Просветима. Тут, оказывается, есть ггшка научная. Угу. Поленка есть. Ну, поленка, наверное. Там не то, что любом, что-то случится. Типа, кампусом, все равно, что-то неплохо. Ну, такое, да. Ну, может, у меня получится я пересезарение, кто знает. Поляк, наверное, дружище. Где-нибудь, меж был уже... Прокачивали, но... Привел кольцах рыцарей, но это что-то не полез ко мне. Ну, как бы больше пройти негде. Вот одно стоит. Хорошо, смотрю. Смотри. Вот здесь производственную площадь можно будет поставить. У меня, просто, что-то, что-то, что-то не хочет закрепить. У меня, просто, что-то, что-то открыто. И, как бы, железа и лошадей более чем достаточно. Ну, у меня еще не открыто, но, в принципе, готов заключать торговые союзы. Я с японцем. Я с японцем буду заключать союзничать. У меня... Я могу открыть сейчас. Но через пять ходов у меня будет эврика. Поляк, а ничего, что ты в калише поставил... Ну, короче, забрал у японца лошадей, типа, его вроде как. Нет? Все нормально? Ладно, сейчас открою. О, вот где. Тяжелая пора, ну да, потому что тут копейщик против. Так, аппм. Раз. И... Давайте где-нибудь тут. Два. Все. Открыли. О, наконец-то кто-то у меня купил янтарь. Ура! С первой минуты игры, спрашиваю. Пока плюс два влияния вернем. Бонусы для карпуса. Для самого трубая таря. То есть, 50% нет. Давайте строители два действия получают. Так, и надо теперь открывать эту морскую традицию. Бонус в гавани. Мойную инженерию давайте откроем, увидим, есть ли у меня селитра вообще. Ого, у меня забагалось. У меня встали мечники-рыстари на одну крючку. Бывает. Я уже в этом, в этом дейте сталкивался с таким багом. Это, кстати, профитная штука позволяет, типа, подержать на одной, на одной клетке. Пару ходов. Абузер? Ну, тогда раз, раз такой абузер, тогда начинаем войну с мапучей срочно, пока у меня на одной клетке двоюнь. Это, в принципе, аргумент. Что это за странный американец? Что происходит? Блин, не успел. Так, сколько у нас? О, еще 20. Я уже в золотом веке практически нормально. Так, какие у нас тут юниты уникальные вообще? Что это можно? Морской пес. Заменяешь шеймкапер. Мейт шанс захватить побежденные вражеские корабли в виде. Ага. Так, у тебя науки, а много больше, чем у меня, ты быстрее выходишь. У меня денег нет уже. Хочешь попросить у них кого? Так, блин. Кому еще встретили? Кри. Так, непонятно где, правда. О, еще кого-то. Финяки. Я первого посла убрал, да, пока. Я не поставил карточки, е-мое. Я тебе сюда даже не продавил, не на один, два. Или это новый, тут открылись просто. Тебя юниты знали. Так, плюс 100% лучше у меня морских юнитов. Здесь. Времени. Потому что, боже, не создай герасили, значит, давайте вот так. Вот что это не умер в Вашингтоне. Было бы хотя бы одному хорошо. Или покопить пока. Там научные говешки, говорят, есть. Покопим, наверное. Так, центр коммерции, где поставим. Копильчик, блядь. Здесь, наверное. Я думаю, что кампус где-то тут будет. Нет, эти копиносты, конечно, они. А у тебя много было денег, когда я на тебя напал? Что ты там что-то юнитов прям накупил сразу. Не было у меня 100 этих было. Тут, смотри, ты купил одного копиноста. Так, в начале следующего хода паузу ставим. А на сколько у нас перерыв? Давайте на 10. Достаточно, чтобы пожарить яичницу. Ты карточку-то не поменял. Ну, такое себе. Ну и яичницу, может быть, да. Фух, успел. Как ты можешь не нравиться, если я пытаюсь... А, все, играем, да? Да. Так, это вообще союзы. А вот они. 8 железов от КАЕФ. Так, а есть ли еще у меня где-то селитра? Ну, в принципе, для фрегатиков... Так, почему-то я не могу предложить союз ни японцу, ни халец. Ты, я еще не вышел в союзах. Видимо, японец тоже. Японец, я хочу с тобой культурный союз. Я в союзы вышел, кто хочет со мной союз. Я в союз. Я скоро выйду в союзы, крик. Буду включить экономически. Кри, давай с тобой экономическим. Я выгодный, я раздал. Гавань струем. Толкаю к тебе постоянно караван. У меня тоже, я думаю, что... Да, вылилим. Уилиймапу будет, типа, очень... Боищу селитра. Короче, тут надо ставить города. Это кто у меня сейчас просил про города? Тут стоят просто... Ну, подожди, сейчас я приду тебя захватывать. Да, я только что принял дружбу, который ты мне кидал кидал. Ой. Да? Ну, это лайфхак, слушай, так нельзя делать. Ну, с... Я тебе кинул право прохода. А кто там за честную войну? Так, а что, я теперь со всеми дружу? Ну, что вы наделали? Нет, слушай, я действительно лайфхак. Я кинул тебе дружбу, знаешь, когда? Ну, как менять надо было. Да, я про неё забыл. Только союз, не давай военный. Так, я не знаю. Какой-нибудь... Не знаю. Экономический. И экономический. Прохода посмотреть на твои города. И пойдёшь, посмотришь на мои, которые здесь там захватывают. Нормально? Не давать ему союз, дайте нам честно воевать. Мне же не мои. Ну, так экономический тоже деньги. Блин, интересно. Только науки без университета ещё. У меня уже есть один университет. Они даже два. У меня уже три университета. Мы с тобой на равных на науке. Блин, всё-таки галеру. Ну, не задолбали здесь. Нахер тут квадрилем столько накопилось. Хорошая армия, хорошая наука. Мне надо ещё одну элэк будет где-нибудь построить. Так. Давайте здесь подплывём ещё. Тут у людей тоже ещё куча территорий. Между прочим, не заселены вообще. Не, ты был солидарен полностью. Так, знаете что? Мне кажется, мне надо наземных юнитов ещё построить. Ну, ладно, верну в армию обратно. А тут кампус. Что поделать? Вот здесь на плюс три надо построить. Давайте ещё одного купим. Прохода можешь принять, пожалуйста. Строителя. Сейчас, подожди секунду. Из Бирмингема у меня... Нет, нет у меня предложения. Не бегай. А не бегать из Бирмингема. Давайте из лица тогда отправим. Кстати, Love from Moscow, ты вообще как принял решение на пасную Виктусу? Мне просто интересно. Он может нападает? Нет, пока... Я вчера с ним играл. Мы разговаривали об этом. Дайте кавалерию. Стоп, а я могу вообще? Или у меня сейчас рысари уже? И с нами был ещё один человек. Я его не знал. Но он рассказывал, что он сыграл в Love from Moscow 4 игры. Это был в чат, он здесь есть. А, он здесь есть, да? Да. А, вот, да, это был чат-нуар. Он вчера рассказывал, что он постоянно нападает на всех, да? Ну, Анастасия... Два раза просто, и всё. Вот не надо... Вот не надо, вот из в трёх игр, в которых я с тобой играю, в трёх ты агрился на соседей. Два раза это был... Поэтому... Это всё неправда. Ну что, это... Это репрезентация. Это он тебе намекает, что он тебе персонально... Это... Это статистика. Да. Сухие факты. Интересно. Как говорит, таксимирон факт. Типа, на сухих фактах основывается... Так, давайте думать, куда города ставить. Ну, тут на побережье. Это что-то сремя агрится. Хорошо, в пустыне, но тем не менее. Он скучно живёт, ты хочешь, чтобы пойти в Вильнюс. Блин, там варвары вообще те... Лютые на... Наспами... Наспамились. Как больно. Ну, ладно, Мапуча уговорил на дружу. Так и бы. Боже, какие ущербные клетки. Не могу. А что это? Когда я начал армию. Строить на дружбу, сразу подумал. Ну, я решил с тобой не воевать. Ты не очень как не нравишься. В смысле? Так обычно, наоборот, когда не очень тебе человек нравится, ты с ним воюешь. Не, ну, у меня просто... Я не хочу, чтобы не встречаться с тобой. Понимаешь? Не прифига. Хорошо, хорошо, хорошо. Не, я как бы тоже, потому что у меня здесь под боком очень опасно выглядеть. Надо строить катапульты по той причине, что... Сейчас от конгресса... Дружба за когда-нибудь закончится. Идет такая штука, как... Благовония, сейчас выкупил на 50% дешевле юниты. Очень агрессивный человек. И это как раз... А так как на катапульт нету вообще никаких карточек... Я чувствую, что с настроением проблем. То это очень классная штука сейчас. То есть я в этом виноват или что ли? О, я пострадал из пикинга. Пожалуйста, предложите мне помощь. Буду рад с вашим деньгам. А-то вообще кто? Морально подиаполяк. У меня всё очень плохо, помогите мне, пожалуйста. Надо вот осадных юнитов поднастроить, я считаю. Так себе предложение. Ой, там такие кроватые... Да, бывает, помогите мне. Хорошо, чтобы не обрелись с ним. О-ка, хокки. Так, у меня ещё есть первый посол карточка. Нету, блин, а да? Следующим ходом будет взять... Ой, кв-встресил зелёный. Кри. Воликань, тебя не починят этот дебильный баг с этим. С бесконечным накоплением мочков веры. Мочков великого пророка, я не знаю. Я вообще лёж ограничил. Пипонтон. Это кто спрашивает? Легипет. Не, Легипет. Ты мне, да тебя далеко, ты... Тешусь надеждами, что я ещё смогу комбэк на свою твою игру. А ты с инвиктусом замирился? Или у вас там постоянная война? Так, здесь кампус. They are forever in war. Да, шоу, альдрил, аху. Может и здесь построить поселенца? Вообще производства нет, он будет просто очень долго. Ну, 9 ходов хотя, ладно. Ой, нашёл Клеопатру. Тут, видите, я клетки не хочу занимать вокруг разительной площади. Так, под Магнусом мы всё вырубили в итоге, да? Ну, мне некуда его пересаживать, просто нечего больше рубить. Какие хорошие египтянины города и всё бестяна. Просто не сладкая будет. Да ты наханулся, поляк, я тебе говорю, честно, наханулся. Ты мог усилиться и победить? Возможно. Он всё ещё может. Я осуждаю Америку за то, что он называет поляка лохопетом. Ну, красиво. Нет, оплатично. Да поляк уже заключил с ним мир. Он на 20 ходов. Он давно мне её кинялся, а я принял, когда он не подговаривал, что он не подать, что я её принял. Я никого не подговариваю, я здесь всё равно уже не игрок. Я уже не игрок здесь, просто прохожу ещё пару ходов здесь. Поубивает в уфе, и тут немножко потом нормально. Потом нормально. Потом ты приедешь к меня на танках и убьёшь. Какие танки? Я не доживу, да не. Если поляк умный и подумает через 20 ходов на тебя напасть, то да. Ну что же начинается, если поляк умный, то он придёт, да, да. Лава, а у тебя совсем там не был мир, да? Так, первый посол ставим, и бонус от гавани. Нет, я ему говорю. А кто поляк лохопедом назвал? Почему лохопедовые разборки понеслись? Ну, Ильвик, я тоже хочу осудить. Мне кажется, впервые этот ремень вообще Лёша употребил. Я не называю поляка лохопедом, я просто говорю поляку. Не лохопедом, а лохопедом. Т в конце, последняя буква Т, лохопед. А, ну тогда это всё меняет. Кардинарная ситуация развернулась. Спасибо, что уточнили. Стрелочка повернулась. Так, отправляем послов, значит, в Кахокию, во-первых. Во-вторых, в Антононарива. Ну и в Мехико давайте, чё уж тут. Почему здесь этот вулкан? Был бы проход три клетки. Нормальненько. Так, а я Союза открыл? Нет? Нет, ещё. А, открыл. Стоп. Так, ситуация-то это заняли или нет, я не пойму. Японец, предложение. Лохопед? Нет, она ушла. Лохопедовскую ситуацию? Сейчас, подожди, 20 часов закончили, и ситуацию разрешить. Пока не я. Я предлагаю Конгресс на эту тему нам организовать. Кризисное собрание? Обсуждение лохопеда? Лохопед поляк или нет, как бы? Да, нам нужно кризисное собрание. А ты не хочешь, ты не хочешь научный союз? Научный союз не хочешь, египтянин? Да. Научный? Ну, можно и научный. Кри, экономический союз, братан. А, я только открыл сейчас. Давай, заключим. У меня два или каравана бегает к тебе. Кинул. Куда он меня пошёл? Он. Ты принял. Ой, зато как скулка у меня всё теперь видно. А, точно, это ж Кри. Больше полосли за тобой. Блин, вот это у меня сейчас аутизм сработает. Так, у вас ещё и аутисты в катке, ну, совсем. У меня этот, я сам осудился, да. Я так же сам себя осудил. Вот это я риторгнулся. Я правда тоже вижу всё, что у Кри происходит. А, стоп, я вижу всё, что у Кри происходит. Только один науки. Кри, а куда ты собираешься туда поселка вести, мне интересно? На север. А, ну на север и мой поселок идёт. Виктос. Смотри, давай вот этот полуостров, который там, типа... Моя часть та, которая с Кабулом, а твоя часть та, которая с Антонарио, окей? Да, да, из-за вас глючено. В принципе, я не планировал селиться дальше за гарантию. А, антиохию можно ещё отправить. А, ну я имею в виду вот то, что, да, то, что мы будем... Русские, а ты планируешь антиохию захватывать или нет? Слушай, я тебя прокачал. Ой, спасибо большое. Русские. Не знаю, поверишь, Рож, не знаю. Я просто думаю, про это послов или нет. Скорее всего, нет. Нет? Не планируешь захватывать? Да, не планирую захватывать. Слушайте, я бы с русским повоевал на море. Серьезно, города стоят. Почему нет? Так, меняем карточку обратно. Кампус, гавани, новые строители. И так, поселенцы. Пока так оставим. Ставим тут город. Покупаем клеточку. Добываем. Наверное, амбар. И в очередь поставим... Камп-монумент. За что? Ну, а что я настроил армию девочку? Ну, еще один город я бы поставил вот тут где-то. Ты бы не сказал бы, я туда не кидал бы. Блин, вулкан проснулся. Так, у меня скатоконик купил оленя. А, нет, не у меня. Нормальный город. А, ты примешь там или нет? Камни, ничего не пришло. Верфь надо вот здесь купить. А, блин, посадил Рейну и не использую бонусы соседства, потому что... Все, там, походу, у нас шибе разгоняется по чуть-чуть. Что-то много науки. За собой. Так, кого я еще не нашел? Я не нашел кудрязаза и не нашел... Кудрязаз. Кудрязаз. Кудряшка с юрком. Где-то, где-то, где-то. Кто там, чем я хотел скинуть? Последняя тебя манипаса. Янтария, янтаряк, никто не хочет купить. У меня в лицах янтарь, на янтарь. Так, я, кстати, могу слать караваны к Малкуче. Вот вы раньше бы даже не видел. Ну, слушай, типа, ты ничего не выиграл, на самом деле, ну... Потому что здесь ничего интересного у меня-то, в принципе, нет. Чудесники сейчас не строятся. Я бы построил... У тебя вообще есть чудеса? Запретный город, где он должен быть только на ровном участке, рядом с центром города. Ну, вот тут можно в Шеффилде. Ой, давайте тогда сейчас будем рассказывать, что ты пошел. Нужно было забанить, да. Нет, я не говорю, что... Это с чем-то совсем. Так, ну что. Я на побережье здесь не хочу, на самом деле. А где-то вот в центре, и в принципе, вот это интересно. Сейчас вот эту... Убираем у меня нафиг. Из них Касла... Типа, не знаю, горы... Это принцип такой, на самом деле, если говорить про бонусы... Ты, например, в горах, у тебя тралочка встает, просто как кампус. Без чудес. А если... Вот тут русский... У нас строил... Морские юниты. Морские юниты. Она как-то... Ну ладно, пускай там идет. Кстати, у меня в этой игре не было еще ни одного катаклизма. Ни река не разливалась, ни... У меня вулканы извергают не по КДБ. Это странно. И тут запретный город долго будет строиться. Давайте строителей... Так, сделаем. Ну а здесь сколько строится запретный город? Тут 25. Вообще долго-долго. Шахты-то... Ой, шахты-фермы построены. Это Бристоль как-то не растет у меня совсем. Что это? Вот строительский египский пришел. Мне надо... Посмотри... Посмотри, как мы отправляем. Трава... У меня что, в войсках все там находятся. Да, интересненькое тут расположение. Главное, Россия не в казаке, а именно это в морские юниты. Рим захватил ЗИЗ. А что такое ЗИЗ? Это, видимо, что-то финикиевское. А Рим с Финикией воюет? Ну это пунические войны, и все правильно, в принципе. ЗИЗ это как... А, то есть, если война, короче, по канону, то не идти к санкциям у человека не двумя, не так? Ну да. Ну а смысл? Он все, типа... Его сама история вынуждает. Сестая верность. Не дина, да. Все, значит, нормально. Банковское дело открыт. Куда мы дальше пойдем? Ну я бы в индустриализацию ушел, но я еще не открыл, как криломанул по науке. Ну, давайте, наверное, прямые паруса откроем. Тут у меня уже скоро конец. Ну, селитру будет некуда девать. Ну, тут запретный город 11, но тут проблема в том, что... О, мастерская. Проблема в том, что... Строго формируется пока четверка лидеров научных. Я тему русская, что тут сложновато в сетевой игре улететь. Именно если мы про научную победу говорим. Ну, на Газа Рингшторм я еще не видел, кстати, никого, кто бы улетал. По очкам пацаны в основном выиграет. Так, поменяю, надо... Я видел одну религиозную победу пока что. Ну, на десятерых тоже. Я очень удивлюсь, если кто-то религии победит ПФА на десятерых. Ну, все забили, все забили болт, них тоже не... У нас один... Я так слышу, у нас один... Не, у нас четыре религии в районах. Не, по одному району максимум, типа, этому священному все построили, поэтому... А принимать пожертвования можно? В смысле, принимать пожертвования? Ну, выносить человеку, он мне предлагает взять там золото. А он много тебе предлагает? Можно мне это кто-то предложит? Принимаем мы, принимать или нет, как-то. Запрещено, не запрещено? Ну, вообще запрещено так вот раздавать золото, которое тебя выносят. А сколько золота? Оно-то, может, и запрещено, но если золота достаточно, то можно и... Нет, ну, просто... То все разрешено. Я бы разрешил самому себе в огранении. Ну, многих кто разрешил. Можно пойти высадиться и американца захватить? Нападано. Ты только как там оказался? Ай, фу. Я думал, это американский... Развезли. Так, дальше пошли в просвещение. И тут, чё я не понял, что римлянин решил упороться с Кри в войну в своё время. У римлянина такое огромное пространство для расселения, просто селись не хочу. Я на самом деле не понял, как он не забрал его. И вон. Кри. Со своими регионерами. Кри успел вовремя армию построить. И там у них такой просто нас тоже не очень удобно для войны, на самом деле. Города в узких перешейках между горами. Так, отступаем. Виктор, что это чрезвычная жопа? Что-то ты меня здесь заманиваешь. Как у меня культуры у меня ноги 17? Как делать? Я могу два броненосца сделать. Блин, кого-то хочется захватить с моей... Как ты меня размололок с Катаном. Может поляку бытгощу снести? Так, а можно какие-то комментарии по поводу Занзибара получить? Какие комментарии ты хочешь получить по поводу Занзибара? Ну почему, например, Занзибар больше не мой зерен? Кто там у тебя его перен... Нет, это я догадался. Я даже знаю, кто там написан. Теперь он твой, ты так думаешь? Это упорочка. Мочи, мочи его. Война за Занзибар легендарная. Вот, ты в Занзибар перевел свою эту... Это верфь надо строить. Посла. Ну теперь поленки мой зато. Кампус, рынок, верфь. Только верфь дает 6 производства. Давайте, может, купим верфь? А, недорого. Значит, строим. Здесь тоже нужны верфи. На самом деле, слушай, поляк, тебе же выгодно, как мой караванчик. Да, уже начинает. А, ляк, взял... Сейчас только союз закончил. Блин, блин. О. Все, закончилось 50% к... Требовый пути к выбранному игроку. Я не знаю. Новые районы построены. Топко вообще больше всего... У японца. Может, за японца проголосовать? Как японцу? Что, за что голосовать будем? Какие-то обсуждения будут? Нет, тут вообще пофигу. Да, видимо, нет. Ну, это такие... Тут такие голосованы сейчас выпадают, которые... Каждый сам за себя, типа. Шумяк, японцы бегают, караваны, поэтому я за японцы проголосовал. Хорошо, если бы кореи... Надеюсь, японец не за меня есть отлично. Рим? А выиграл? Нет, Рим. За кого японца... Семь делегатов послал. Против. Не знаю, как я безхпорно незнакомый. Продолжаем, могу лучше. Много связи районов. Зачем японец, предлагаю, против... Предлагаю, выходить. Байкотировать. Не отправлять к нему супервыгодные торговые караваны. Что-то интересно. Ёлы-палы. У меня торнадо. Вот не говорили, что нету этих... У меня торнадо. У тебя торнадо. Так тебе и надо. Что нам сказать? Что это за торнадо? Нет, у тебя тоже арбалечки. У вас только арбалечки, ребят. Ну, извини, живем просто. Отлично, это вам, да. Они там, да. Бабыщенная площадь, ребят. Что на что способен? У меня тоже еще арбалетчики. Я еще селитру даже не вижу, на самом деле, пока что. Ну, плюс два, но и тут фигово. Ну, все. Я уже уголь вижу. Хоть и здесь. Поставим. Так, у нас наука почти на одном уровне, а что-то здесь не то. У меня, при этом у меня все ускорено. Селитра ускорена и уголь ускорен. Но я их еще не изучал. Прикольно. Ну, кстати, я пока не вижу угля у Мапучи. А, есть, но он рядом с Ереваном. Не расстраивай меня, пожалуйста. Не, я Ереван собираюсь забирать все равно. А, тогда есть у тебя уголь. Так, давайте кудри ремы сюда для обстрела. Я сейчас апну парочку. Мы с поляком в дружбе. Я уже слышал то, что очень плохая у вас это. Но мы с поляком в дружбе, это во-первых. А во-вторых, мне есть лизерная неудобность. Нет, с гаинском и гениусом вообще неудобно. Если я отвожу свои войска здесь из Перешейка, где к Гданску и Вильнюсу, он просто получает прямой выход на мою столицу. Да не все у него войска, посмотри на военный счет. Не все у него войска. Так, насколько двигаются броненосцы на 7? Ну, через ход надо будет напасть. Ну, надо быдать вынести, ну что он здесь в чем у него балансирует. Ёлок пал, у меня торнадо, блин, пол, пол карты. Бля, малого угля. А, так мне вообще угля нету. Вот в чем минус делать. Здорово. Я просто уголь даже не открыл. Вообще есть в кончуголь? Укри. Давайте с ним поговорим. А сколько у нас мы тратим угля? Минус 2. Пангек, это очень странно. Она типа... Блин, нормально, что у меня 2 человека в столице убила из-за торнадо. Нормально. Пангек, это больше на континенты похоже. Не находите? Вот я четко вижу, что есть 2 континента, и я четко на перешейке. Крип, посмотри предложение. Ого, уже 141 науки. Блин, ну что-то не хочу уголь англичанину продавай. Хотя ладно. Сейчас закончится героический... Послушайте, сейчас закончится героический век, и вы посмотрите, кто реально лидер по науке. Потому что это я все получаю за счет своих гаваней. У меня же гавани, и я англичанин. Я получаю соседство. Дипломатия, дипломатия подлетает. А кампусом я всего 3. Нет, это действительно правда, что британцы получают много науки за счет гавани, да. Но мы слушаем, как бы... Слушаем, но записываем. Что-то, по-моему, Фейнвард и против меня тут выступаешь. Вроде недалеко, как-то соседи, а ты вот как-то так... Я не знаю, я ничего, кроме флотовоза женский выменем, не видел здесь от соседов. Да. Я тут не представляю, где ты находишься. Мне привезти показать, я так понял. Да ладно, ради бога. Ладно. Звучит как угроза. Нет, просто и Павел Фейнвард, в районе 1024 военный мойщик. Вроде нормально сидели, ну, дружили, вроде недалеко друг от друга. А тут начинается, как против меня, какие-то... Инсинуации гнусные. Какое слово выбрала? Ну. Ну, 51 вообще, сила все равно у города, то есть это серьезно. Ой, какие соболезную римляне, ну... Что там, почему-то твое торнадо перекатило, что ли? Ага. А, ну да. Я прям сейчас чувствую. Ого, ого. Вот так вот даже? Почувствуй боль. Ну, прикинь, у меня так, у меня так, у меня так, у меня так в столице снесло. Так, хореский приплыл на броненоск. А у меня нету городов, но... Ну, а дальше, что Алексеева будете делать? Ты сейчас, я тебе должен рассказать все свои планы? Нет, мне просто интересно, у меня на море-то один город. Ну вот, доиграем, посмотрим, что я буду делать. Ну, мне часы, я хочу его убрать просто с карты. Это быткость, он мне мешается. Потом, наверное... Ой, блин. Потом, наверное, разбираться с инвиктусом надо будет. Что ты, моему союзу... Так, давайте мы сразу оковедуем. Поляку, что ли, стоп? Да, ну он что-то гнал на меня, гнал. Это, конечно, причина в этом, именно так. Да, именно в этом. Да, да, совершенно неожиданно вражеские броненосцы оказались рядом и решили напасть. Ну, я мог на всех напасть. Тут еще куча городов на море, кроме твоего быдлища. Так, у меня два города на море. Печально. Грустно, надо срочно строить. А я даже не знаю, что строить. У нас еще до броненосцев, так понимаешь, у всех далеко. Блин, ты ему угол дал. Да, по броненосцу... А, так вот, что ты ему уголь нашим уголем. Мочите его, мочите, спонсор... Да я бы не знал, что он уже вышел на эти броненосцы. А, интересно, зачем ему уголь вдруг не захватит? Видимо, блин, чтобы печку топить, да? А че вы там так возмущаетесь? Я ж не захватываю поляка, я ему только один город снесу и все. Это ж не захват. Действительно, это же не так просто. Вы ж там все кричали, что поляк первый по науке. А потом иду я, мне страшно теперь. У меня один город есть. А ты где вообще? А, ну хорошо, у меня нет, все, у меня нет, забудь. Так, верфи. Маяк. Меня вообще на этой карте нет. Блин, где научные ггшки, блин, а? Три, четыре. Так, не, к сожалению, больше ничего не продаю. Да, если потом он тебя купит просто. А теперь смотрим, что после окончания золотого века у Пана. Наивные, ребята, наивные. А, ну ладно, терпимо, окей. А, сказал Мапуччи, у которого больше всех науки теперь стало. Нет, нетерпимо, Мапуччи. Смотрите, Мапуччи вырывается вперед по науке. Бейте, Мапуччи! Бейте его, насмехайтесь над ним, да. Я ж говорил, что это гавани. Слушай, гавани, но у тебя все равно много науки, как бы. Даже без гавани. Я не спорю. Ну, 90 это нормально для нынешнего времени. О, арбалеты поехали. Начал стены строить. Блин, надо было больше мне фрегатов. Ну, Виктор, давай ты там уберешь меточку, куда-то этот город поставил. И как надо было? Главное, на меня смешаю чуть-чуть. Так, золотой век. Ну, я возьму, наверное, реформу денежного обращения, чтобы денег дофига было. Так, верфь. А что там, старт балансовый, да, у нас был? Да. А что у меня нет селитры в этой игре? Значит, она тебе не нужна. Вообще, и даже, даже в обозримых границах нет. Баланс стартовый, это только лошади и железо, все. Да, пора уже, запомни. Еще погорит. А что теперь сделали, что можно ампаться у союзника на территории? Всегда так было можно. Всегда можно было на союзнической территории. Это, по-моему, даже в пятерке можно было делать. Нет, просто я помню, когда 2 на 2 играли, там нельзя было. Все не знаю почему. Это, по-моему, штука была даже в пятерке, что можно ампаться на союзнической территории. Так, можно обратно плыть, проверить заодно, что там русский делает. Печаль, да? Ни холмов, ни чьи вообще. Русский, я надеюсь, вот это все, весь флот, который огромный, я видел. Ты не догадаешься со мной воевать? Нет, это только для защиты. Ты намекнул, ты как бы намекнул сразу, что ему стоит это все-таки сделать. Нет, зачем мне идти на русскую? Он, в отличие от вас, настроил кучу юнитов. В 40-м году, конечно. Нет, твой вопрос, твой вопрос подразумевал, типа, ты же не догадаешься. Я бы содержал в себе предложение сразу. А вообще буду ли вывывать? Сейчас нет, потом, скорее всего. Зависит от того, кто будет улетать. Три прокачки. Поляк, и так будет с каждым городом, который на побережье будет стоять здесь. Так будет с каждым. Так. Ну что, попробуем запреточку построить. Хорошее чудо. Громкие жратвы вообще нет, просто. Громкие овер дофига, вот еды нет вообще. Фермы не спасают. А, я думаю, что японец собирается нападать на... Да? Он собирается нападать на поляка. И мне что-то подсказывает, что японец, видимо, будет нападать на поляка. Ну, японец, я тебе помогу с моря. Поляк, разверни уже свои войска на поляке. Слышишь, там у тебя нападают. Держу в курсе, японец, совсем чуть-чуть. Так, куда-то у него тут поплыли. Ага. Так, а ты будешь забрать мои бомжатские города? А кто мне там воины пообъявлял? Зензибар, прессор... Люди, никому не нужен стахар. Фигня. Мне, по-моему. На мастерскую давайте. Тебе надо было, египтянин, да, Дани? После того, как ты не взял первый раз в Вашингтон, уже ко мне не идти. Ну, а куда? Куда? К поляку? К поляку, не знаю, думать другого. Но ты просто выключил с обоих с игры. Потому что ты просто убил меня и себя. На этом пока все. Продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok